Иногда бывает непросто взвесить даже небольшие земные предметы, а как определяются массы звезд и громадных галактик, если их невозможно поместить на весы. Да и где-то точка опоры, с помощью которой Архимед советовал небесные тела кантовать. Исаак Ньютон принимал за массу тела количество имеющейся в нем материи, но времена вносили корректировки в понимание проблемы. И теперь эту величину определяет инертность тел, а не тем тяжелее, чем труднее им придать ускорение. Именно определение земной массы стало первым этапом в решении задачи по вычислению масс звезд. Применяя геодезические методы, была с большой точностью измерена линейная длина градуса дуги Меридиана. Получив это значение и применив закон всемирного тяготения, масса Земли была установлена. Она составила 6 умноженное на 10 в 24 степени килограммов. Другими словами, это шестерка с 24 нулями, или же 6 септиллионов килограммов. Зная эту величину, использовав третий кеплеровский закон, узнали массу Луны. Это 7 и 3 умноженное на 10 в 22 степени килограммов. А это уже позволило определить массивность и самого нашего светила. Это 2 умноженное на 10 в 30 степени килограммов. После этого, вычисление масс остальных объектов Солнечной системы не составило особого труда. Определение массивности звезд с достаточной точностью не всегда возможно. Для этого должны совпать два компонента. У звезды существует компаньон, и расстояние до нее известно. Сначала вычисляется общая сумма масс, а потом в зависимости от некоторых компонентов, в частности яркости, сумма делится пропорционально. Имеющиеся вычисленные данные о двойных звездах различных типов дали возможность увидеть важную закономерность. Массы звезд и их светимость находятся в прямой зависимости. А это позволяет оценить массивность звезд по силе их светимости, звездной величине. То есть, чтобы рассчитать массу звезды, необходимо определить класс ее светимости. Этот метод нельзя использовать лишь для белых карликов и пульсаров. Другой вариант измерения данного параметра основан на красных смещениях в поле тяготения звезды. Значение массы для галактики, например нашей, определяется на базе фактического ее вращения. Каждая звезда, в частности Солнце, имеет центростремительное ускорение, определяемое притяжением галактического вещества в границах орбиты. Имея некоторые значения, такие как расстояние от звезды до галактического ядра, ее орбитальную скорость можно вычислить и массу галактики. Звезды разделяются по спектральному классу, звездной величине и светимости. Но одной из основных их характеристик является, конечно же, масса. И тут нет прямой пропорции. Звездный гигант, имея размер в разы и сотни раз больше, чем Солнце, по массе может превосходить его ненамного. Например, желтый гигант Капелла больше Солнца по радиусу в 9-12 раз, а массивнее его всего в 2,5 раза. А Бетергейзе, красный сверхгигант Ориона, превышает солнечный радиус 950-1200 раз, но массу имеет всего в 13-17 солнечных. А вот у белых карликов, обладающих массой, сравнимой с массой нашего светила, радиусы на два порядка меньше. Масса галактики значение более солидное. Например, масса нашего Млечного Пути определяется как 3, умноженное на 10-12 степени масс Солнца. А таинственная галактика Андромеда массивнее нашей всего в 1,5 раза. Вероятно, самая большая из обнаруженных галактик – это IC 1101. Она находится в созвездии Змеи, и до нее 1,07 миллиардов световых лет. При невероятном диаметре в 6 миллионов световых лет, масса ее превышает солнечную в 24,5 триллиона раз. Если эту супергалактику поместить на место галактики нашей, то она успешно поглотит оба мегалановых облака – Андромеду и Треугольник. Массы звезд и галактик представить невероятно сложно. Для нас все, что выходит за пределы в тысячи тонн, уже находится на грани восприятия. Но это понятно, ведь мы существуем в мире обычном, измеряемом единицами, которые можно пощупать. Чтобы более зримо представить макромиры, нужно в них погрузиться. Но и оказавшись там, вряд ли можно реально оценить массы звезд и массы галактик. На этом все, до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok